Знаете, я лишний раз убуждаю, что в Казахстане нельзя показывать свою доброту, открытость людям и вести себя вежливо. Это воспринимают так, как будто бы ты просто лох. Всем привет-привет, ребятки! Я сегодня снимаю для вас влог. День будет очень насыщенный. Помните, я участвовала в кастинге на обложку Лизы? Так вот, я прошла, и сегодня мне будут делать макияж, прическу, маникюр, педикюр. Ну и, конечно же, друзья, хотела бы выразить огромную благодарность за то, что вы отдавали свои голоса. Спасибо огромное. Я подхожу уже в салон. Раньше на вот этом билборде веселье мы с Кристиной, с моей подружкой. Два года рекламы с нашим изображением была. Я еще тогда была блондинкой. Сейчас мне будут делать одновременно три процедуры. Маникюр, педикюр и масочку для лица. Это очень удобно, быстро. Тем самым мы сэкономим время. Посмотрите, какие лаки здесь есть. Здесь есть джейсика. Мне очень нравятся эти лаки. Это фирма обалденная, американская. Ставлю вам сейчас мастеров, которые мне будут делать. Оля, Галя. Наташа сейчас придет, она будет делать педикюр. Мы сейчас будем проводить процедуру радиолифтинга области век, которая работает на омоложение, на стимуляцию коллагена. Работает с мелкими морщинками и как бы такая вот приятная процедурка на подтяжку. Я сейчас настраиваю аппаратик. Отечник снимать. Да, Оля мне покрывает белем. Очень хорошо после перелетов, поэтому дренаж просто великолепный. Глубина центра, то есть прорабатываются все три слоя кожи. И мы это полностью настраиваем. Наташа мне делает аппаратный педикюр. Ничего мочить не надо замачивать. Все на сухую. Очень клево. Вот так все это выглядит. Лампа нового поколения. Очень быстро сушит лак. Мы с ним специальный коктейль, который содержит гель, вот такой увлажняющий. Он положительно заряжен. Это эндокосметика, которая проникает глубоко под действием аппарата. Он прохладный, приятный. Должно чувствоваться такое легкое, приятное, тепло. Заодно идет массаж. Все, мы сделали педикюрчик. Очень быстро. И ножки, как у младенца. Наташа реставрирует мне ноготь, потому что он неровный. Из-за того, что я ношу обувь тесную. Что ты делаешь, Наташа? Мы его укрепляем гелью. Делаем ровненьким. С ровненьким. Как на ней посмотрите. Видишь, мы ровно делаем. Вот. Сделали гладенький. Красивенький. Супер. Ольга закончила делать маникюр. Тоже покрыть гелем. Очень красиво получилось. Снежно. Цвет классный. Ой, какой красивый лак. И что за фирма, Наташа? Фирма Винилюкс. Винилюкс, да? Сейчас я покажу. Этот лак очень долго держится на ногтях. Две недели, да, говорят? Две недели высыхает за 8,5 минут. Обалдеть. Это защитное средство. Оно очень хорошо защищает ногтевую пластинку и лак. И в то же время очень быстро высушивает. А если использовать другой лак? Не получится. Не получится. Вот я пришла на макияж. Сейчас мне Ольга будет делать макияж. Познакомьтесь. Привет. Оля мне предложила супервкусный чай. Сейчас будем тоже пить. Попьем и будем... С американской шахматкой. Лучшие подруги, да? Уфтые подруги. Положеному тоже давно знакомы. Привет. Вот он мне сейчас будет делать укладочку, масочку вначале. Да, только я не знаю, какую масочку. Какая масочка будет? У нас лечение будет биотератином. После моря волосы будут шелклые. Вот, сейчас проверим. Вообще очень приятно, когда мужчина делает массаж головой. Вот эти вот два компонента мы будем смешивать. Будем сушить себя феном. Волосы у тебя станут такие соломенные. И потом мы будем сформать. И после первого раза ты чувствуешь... Либо концы хорошие. Ну, хватит, видишь? Мы снимаем лечение, да. В общем, мне делают укладку в четыре руки. Вот и Масима присоединился. Свет банджорно. Банджорно. Масима уже все знают. К нам еще присоединился Даурен. Даурен тоже стилистом Дагопова. Даурен похож. Но скромный. Надо сделать доброе-доброе лицо и зубы. Ну все, друзья, вот и закончилась съемка для журнала Лизы. Не знаю, возьмут ли меня на обложку, потому что, оказывается, я для них чересчур яркая. Яркая прическа, яркий макияж. Платье, оказывается, яркое надело. Причем я ей заранее писала, спрашивала, что конкретно я должна надеть, какой мне должен быть образ. Мне сказали, у вас должен быть осенний образ, яркий, не в горошек и не в полосочки, самое главное. Ну я не знаю, я надела вот такое, как бы осеннее длинное платье. И потом мне сказала там другая девушка, что нужно было вообще надеть обычную футболку однотонную и вообще практически не краситься. Как проснулась, так и поехала. Я вообще в шоке сейчас. Да, еще, кстати, она мне сказала, мы боимся, если мы вас возьмем на обложку, то это будет выглядеть как проплаченный пиар-ход. Я, если честно, этого вообще не поняла. Тогда для чего это все нужно было затевать, приглашать и так далее. Если честно, это как-то очень странно. Но все равно я рада, что я приехала в салон, провела замечательный день в кругу своих друзей и потратила его реально с пользой. Я, во-первых, неделю-две планировала фотосессию, то есть я заранее думала, с кем я оставлю ребенка, что я надену. Я расспрашивала, писала, и постоянно толком никто ничего не смог объяснить. Оказывается, я открыла контакт и увидела, что они мне написали опять, придите завтра, но уже какой-нибудь простой белый футболочке без макияжа. Как будто только проснулась. Я, если честно, не понимаю такой обложки. Не буду я к ним приходить второй раз, потому что мне хватило того унижения, то, что она мне высказала, девушка, дизайнер, что, типа, вы неправильно надеялись. Ну, вы же сами написали мне одеться ярко, на что она мне ответила, ну, это не значит, что вы должны надеть на себя все семь цветов радуги. И начала мне... Просто неприятный разговор был, я не поняла вообще, зачем я туда пришла. И очень-очень-очень обидно, да. Знаете, я лишний раз убуждаю, что в Казахстане нельзя показывать свою доброту, открытость людям и вести себя вежливо. Это воспринимают так, как будто бы ты просто лох. А если ты будешь вести себя дерзко, агрессивно и по-свински с людьми общаться, тогда эти люди будут тебя уважать и хорошо к тебе относиться. Девчонки, если не выйдет журнал с моим изображением, знайте, вот я вам историю сказала, почему так произошло. Все, девчонки, а сейчас я поеду домой и покажу вам самую первую коробочку, которую выпустил Космополитен Казахстан под названием Космобокс. Я стала первой обладательницей этой коробочки, я покажу все, что в ней находится, да. Поехали. Ну, вот и сама коробочка. Очень приятно, что я первая получила ее в Казахстане. В ней находится журнал Космополитен мини-версия, купон на 20% скидку, краска для волос Шварцкоп, каштановый, я не буду красить ей волосы, такой клач от Ломании, очень нарядный. Чехол на айфон пятый, которого у меня нет с картиной Ван Гога. Задаран полмышки от Гарниер, масло для волос от Лореаль, шампунь для волос от Лореаль, лак для ногтей красного колорама, карандаш двусторонний от Мэйбелин, тени двухсторонние от Мэйбелин. От Гарниер осветляющий крем, блеск для губ от Мэйбелин, затем биби-крем от Гарниер, кстати, неплохой и рассыпчатая пудра от корейской фирмы Миша, она мне очень понравилась, она прозрачная. Легендарная расческа от Тизер, конечно, это самое, наверное, классное, что есть в этой коробочке. Кстати, очень хорошие тоже матирующие салфетки корейской фирмы Миша, они мне тоже очень понравились. И опять отпоем мини-версии тоник и молочко для искрабля тела.